Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok О том, кто ее создал, каковы ее цели, кто в ней работает волонтером и какая деятельность является у них основополагающей. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит директор автономной некоммерческой организации «Благие дела» Рада Байчорова. Доброе утро всем! Доброе утро, Рада! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Приехали вы из станицы Сторожевой Зеленчукского района. И вот так рано. Повод для нашей встречи, он хороший. Потому что вы занимаетесь благими делами. И организация ваша автономная некоммерческая тоже называется «Благие дела». Я знаю, что вы существуете совершенно недавно, вот с марта месяца этого года. Мне бы хотелось узнать, вот как эта идея возникла. Почему там вы базируетесь? Была ли необходимость в такой вроде небольшой станице организовать такую общественную организацию? Что вас подвигло? Ну, в общем, как все начиналось? Доброе утро! Спасибо за приглашение. Да, мы официально существуем с марта месяца. Но до этого ко всему тому посылам были мои дети. У меня два мальчика, 17-18 лет. В первую волну коронавируса, когда ветераны Великой Отечественной войны не смогли выйти на парад, они на свои карманные расходы собрали денежку и решили поздравить ветеранов, которые у нас есть в станице. Купили подарки и попросили маму, говоря, найди адреса, поедем по домам, поздравим их. Адрес нам, естественно, дал глава нашего сельского совета. И мы вместе с ними же поехали поздравлять. Приехали, и вот они как увидели, какие они в быту, что им нужно. А еще дедушки-ветераны их так тепло встретили, обнимали, прямо за стол сажали. Боже, какие замечательные дети! После этого уже потихоньку-потихоньку начала зарождаться идея помогать им. Ну, у нас так получилось, что на Новый год потом мы их поздравили, на День пожилых людей, точно так же они свои деньги собирали, но мы, естественно, добавляли на то, что им не хватало. И вот так. А после этого уже потихоньку... Вы знаете, я вот одно хочу сказать. Слово патриотизм, оно вроде бы громкое слово, но я считаю, что патриотизм, оно идет внутри семьи, потом идет на улице своей же родной, и потом уже в станицу, и так дальше. Не обязательно вот с флагом выходить на улицу на митинги, это все можно делать внутри станицы, внутри республики. И то, что мои мальчики начали всем этим заниматься, я тогда почувствовала, что да, действительно, дух патриотизма в нашей семье есть. Они подошли и говорят, мам, детская площадка возле магазина совсем в ужасном состоянии, травой заросла, мусор упал, ну, можно мы пойдем? Ну, давайте. Опять они на свои же карманные денежки купили там пестициды, мусорные мешки. Все, пошли, начали убирать там, потом с улицы, потом начали вообще выходить по станице убираться. Ну, как вам удалось таких детей воспитать? Ну, это, наверное, гены, это, наверное, не я. Это, скорее всего, гены. У них и дедушка такой же, у них и брат дедушки, известный врач-терапевт Педжиев Хайсадал Хатович тоже вот... Помогал людям. Человек, вот действительно, как раньше говорили, коммунист. И, видимо, вот и по генам это все, скорее всего. Не знаю. Значит, вы помогали ветеранам, подключилась вся семья, вы решили организовать? Нет, мы не решили организовать, мы еще до этого не решили. Так получилось, что в марте месяце совершенно случайно, экстренно я попала в больницу. До этого я некоторое время участвовала, была волонтером в ПСОДе, ПСОД «Кавказ». Потом попадаю в больницу в марте месяце. Я выхожу в коридор, а в коридоре лежит больной. Одна сторона у него не работает, нянечки за ним смотрят, санитарочки вернее. Кормят с ложечки. И я подхожу к заведующей Алле Валерьевне и спрашиваю, Алла Валерьевна, а что за больной? Почему к нему никто не приходит и почему он находится в коридоре? И вот Алла Валерьевна мне рассказывает, вы знаете, Рада Муратовна, этого больного мы нашли на дороге, он бездомный. У него ни в семье, никого нет. Мы нашли его в декабре месяце, привели в чувства. Ну вот у него инсульт, и получается, что левая сторона у него не работает. Нам его девать некуда, и он у нас вот в коридоре лежит, санитарки, и мы ухаживаем. И кто что даст. Ну вот здесь я хочу вас перебить. И главное направление вашей деятельности сейчас все-таки это бездомные люди. Помощь бездомным, да. Помощь бездомным. В сторожевой есть бездомные? Да вы знаете, до последнего момента я вообще думала, что у нас в республике этого вопроса вообще не существует. Оказывается, есть. Не в сторожевой самой, а вот именно в республике. Вы везде ездите? Кто нам звонит? Сарафанное радио хорошо работает. Вот первый больной, которого мы... Он и больной, и бездомный. Мы его поискали, нашли, куда пристроить. Самый ближайший приют для бездомных оказался у нас в Ставропольском крае. Угу. В поселке Кумском. Угу. Мы договорились, отвезли его туда. Все, естественно, в тот момент за свой счет шло. Собрали у народа, вот, собрали у народа что могли, чтобы вместе с ним там хотя бы тем же бездомным отвезти подарки. И повезли его. Ну, по крайней мере, человек не погиб. Он не погиб. Он не погиб тот, но болезнь была достаточно прогрессирующая, которая вот привела его к смерти. Вот недавно он погиб, умер уже там же в приюте. В общем, вы их определяете, вы находите их по республике и определяете там, в этот дом, в Ставропольском крае. Да, пока так. Так происходит эта процедура? Пока так. Кроме вашей семьи, кто вам помогает? Кто ваши волонтеры? В данный момент вместе с нами 16 волонтеров. И молодые, и в возрасте. Так получилось, по воле Всевышнего мы столкнулись с бездомными. Хотя до этого у нас вот в уставе написано, что мы предоставляем социальные услуги более социально необеспеченным людям. Это ветеранам всех категорий, всех воин, пожилым бабушкам, дедушкам, женщинам, которые терпят домашнее насилие. Ну, естественно, военно-патриотическое направление. Но мы же на этом не останавливаемся. А в тот момент, когда у нас нет вызова, когда у нас нет на данный момент бездомного, то мы, последняя наша акция, допустим, была, вот, мы помогали вместе с ПСОД, собирали для наших военных, которые мобилизировались вот сейчас на данный момент, да, для них мы собирали там продуктовую помощь, лекарственную помощь. Это не говорит о том, что государство им это не дает, у них все это есть. Это говорит о том, что этим солдатам, которые вот сейчас уходят на спецоперацию, важно знать, что мы о них думаем. Этим мы хотим показать, что мы о них думаем, что мы за них, что вот мы за нашу армию поддерживаем. Вот это наша последняя акция на данный момент была. Ну, а сейчас, вот, уже когда мы решили конкретно заняться вопросом бездомных, я обратилась к главе Зеленчукского района Науменко, попросила его обеспечить наш жильем хотя бы на 10 человек на первое время, чтобы мы каждый месяц, вот, на данный момент, в течение 4 месяцев мы почти каждый месяц отвозили по одному человеку. На данный момент лично я сама со своим супругом отвезла четверых туда. Помимо этого, мы еще ездим с продуктовой помощью к ним, просто в гости, чтобы проведать тех, кого мы отвезли. Чтобы нам выделили жилье какое-нибудь, чтобы мы организовали приют для бездомных у нас в республике. Хотела бы обратиться ко всем, у кого есть возможность, ну, дайте нам открыть этот приют для бездомных. Вы знаете, это же бездомные, вот, когда я их отвозила туда, ну, там они относительно здоровые. И когда вот мы их отвозим, они всегда спрашивают, а там хоть чем-нибудь заняться можно? Они ведь могут на самообеспечении прожить. Я могу дать участок со своей земли, прямо у себя во дворе дать участок под построение какого-нибудь вот небольшого жилья для них. Точно так же могу их обеспечить тем же самым огородом. Можно будет приобрести для них цыплят, там, ягнят, чтобы у них было хоть какое-то занятие для себя, чтобы вот они что-то делали. Кстати, в поселке Кумской есть один парень, тоже с Карачаева-Черкесской республики. Он, ну, довольно молодой, лет 48-50, наверное. Вот он не смог вот просто так жить на те подачки, которые дают люди. Он приобрел там коз. В приюте уже есть свое козье молоко. У него там цыплята, у него там куры, он вот все это выращивает, и, естественно, яйца, молоко, мясо, все идет в приют. Точно так же сажает там небольшой огородик, я сама видела. Он даже нам... Мне было неудобно, но в последний раз, когда мы ездили, он с собой нам дал 2 литра молока, помидоры со своего огорода, а с того огорода, где они находятся. Мне было неудобно. Но его пригрели, у него есть какая-то крыша над головой. И он хочет вот... И все они такие, все они хотят чем-то заниматься. Если бы вот, допустим, у меня во дворе построили бы небольшое жилье, мы примерно там подумали, сколько всего надо. Это около 2000 блоков. Это несколько окон, несколько дверей. Ну там уже постройку, все это, вот такие работы могут сделать наши же волонтеры, ребята, которые у нас есть. Да, вот они сами могут... Просто вам надо чуть помочь. Ведь никто не застрахован от того, что вот его в старости могут обмануть и забрать его жилье. Правильно? Верно. Будем надеяться на то, что вас услышали. Я благодарю вас за то, что вы приехали, и за ваше доброе сердце. Спасибо вам. Можно, Белая, еще один моментик. И в Телеграме, и в ВК. Все, кто хочет познакомиться с нашей деятельностью, они всю эту информацию могут увидеть под одноименным названием «Благие дела 09». Это значит по всей Карачаево-Черкесской республике. Можете зайти, можете подписаться, можете посмотреть. Если вдруг решите помочь, будем рады. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. В год столетия Карачаева-Черкесии мы рассказываем о людях, ставших частью истории и культуры нашей республики. Возрождение и популяризация карачаевской народной музыки это то, чему посвящает свою жизнь музыкант, заслуженный артист республики Руслан Качеев. В его руках инструмент, голос народа с его сердечной простотой и задушевностью. О творчестве артиста материал Шерифат Лепшоковый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Едва раздаются аккорды мелодии у Руспиллеры, сердце слушающего начинает биться в унисон музыке. Но как происходит это волшебство, когда гармонь в руках Руслана Качеева открывает мир души карачаевского народа? Издревле фольклорная музыка несла в себе магическую функцию. Не потеряла она этого предназначения и сегодня, когда грустишь и радуешься вместе с гармонистом. Руслан Качеев говорит, играть надо с душой, скромно умалчивая о том, что только обладая даром, можно исполнить народную музыку, торту так, что она сразу проникает в сердце. Благодарный зритель чувствует это и ценит. Музыкант признается, когда исполняет мелодию, мысленно возвращается к прошлому своего народа. Музыка всю жизнь сопровождала горца, поднимала боевой дух, дарила радость успокоения, будила любовь к жизни. И сегодня музыкант своим творчеством обращается к истокам карачаевской культуры, основам нравственного отношения к миру. Народная музыка выражает сущность народа. Будучи его представителем, человек понимает, для чего живет народ, и он сам. Когда слушает родную музыку, чувствует, что она создана именно для него. Проходят годы, иногда столетия, но мелодия предков становится и твоей собственной. Именно фольклор обогащает внутренний мир, прививает любовь, благородство, гармонию и красоту. Народная музыка, как одно из средств сохранения национальных традиций, учит бережно относиться к культурному наследию. Я хочу, чтобы эта мелодия и завтра пригодилась не только мне, а моему народу, молодежи. Был на мероприятии у нас в Кавказском, и дети поставили танец на мою запись, на абизе. И, соответственно, мне это было приятно. То есть я смотрю на это, чтобы завтра могли дети поставить на мою работу, на мою запись, какой-то танец, или куда-то она пригодилась. Каждое новое исполнение Руслана Качиева – событие. В его музыке народные мотивы и современность созвучны друг другу. Многие исполняемые им произведения являются песнями. Как историко-героическое произведение Гопалаву. Смелый герой был заступником бедных. Сам, будучи сиротой и перенесший много горя, он боролся против несправедливости. Пронзенный девятью кинжалами истерзанный Гопалаву, сражается и погибает. Прочувствовав эту историю, Руслан Качиев выразил это в своем исполнении, нашедшем отклик в душах людей. У Руслана свой музыкальный почерк, особенный, остающийся в сердце. А что нужно сделать для того, чтобы это запало в душу? Чтобы это запало в душу, наверное, надо вложить в душу. Мне так кажется. Любовь к музыке проявилась в раннем детстве. Семилетним мальчиком попросил маму купить маленькую гармонь. Учился сам, интуитивно. Поначалу стесняясь, но детская душа тянулась к музыке. Вместе со взрослением росло и мастерство. И сегодня Руслан возрождает забытые мелодии. Своей музыкой дарит людям радость, вселяет надежду. Субтитры сделал DimaTorzok Талантливый человек талантлив во всем. Особенное место в творчестве Руслана Качиева занимает пение. Его песни о добре, о родной земле, матери, детях. В них вечные ценности. Они заставляют остановиться на мгновение, задуматься о жизни. Его песни на стихи и музыку Рустама Тамбьева, Мирумара Качиева, Лидии Батчаевой. Многие произведения собственного сочинения. Они также полюбились жителям республики. Словно солнце, доброто я озарена. В мире нет дороже мамы для меня. Ты жалела и любила, день и ночь меня растила. Мне в тебя дороже для меня. Вклад Руслана Качиева в возрождение развития карачаевской культуры неоценим. Заново открывая мелодии предков, музыкант дарит людям чувство сопричастности к вечному. Шерифат Левшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Настало время нашей постоянной рубрики «Афиша». Наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева сделала подборку картин и мероприятий, которые сейчас актуальны. Приятного просмотра. Доброе утро, дорогие друзья. Как ваше настроение? И вот какую подборку мероприятий и картин я подготовила к этому часу. Сегодня в 18.30 на сцене госфилармонии состоится спектакль по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер в одевиле Чехова» режиссер Вячеслав Бродянский. А в картинах галереи Черкеска завершается межрегиональная выставка детского творчества юных художников из Черкеска, Нальчика, Дагестана и Осетии. Приурочено мероприятие к столетию республики. В экспозиции представлено более 120 работ в разных техниках. Успейте сегодня и в выходные. И о кино. Драматическая картина «Вершина страха» о группе молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме. И теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией. На большом экране стартовала комедия «Лавстори» с Александром Петровым в главной роли. Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она – своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они первая любовь друг друга. Молодым людям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь. Кто еще не успел посмотреть семейный мюзикл-мультфильм о дружбе «Куриный забег», поспешите. Маленькие друзья Элла и Генри задумали создать куриный цирк, но кое-кто укражает их планом. Для самых маленьких вышел очередной выпуск журнала «Мульт». В выпуске 148 мимимишки готовятся к Хэллоуину. Катя и Эф отправятся к самому центру Земли. Кошечки-собачки расскажут, почему важно охранять природу и споют песенку. Соня и Леня узнают, куда исчезают разбросанные вещи, а девочки сказочного патруля будут бороться с котом-паюном. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. До встречи. Время утренней программы подошло к концу. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.